Когда человек впервые задумался о своем месте во вселенной, он неизбежно поднял глаза к звездам. Для древнего наблюдателя небо казалось вечным и неизменным. Солнце вставало и садилось. Луна неторопливо меняла облик, а звезды, словно гвозди в хрустальном своде, были неподвижны. Но иногда это величественное спокойствие нарушалось. По небу проносились яркие гости, кометы. Их воспринимали как дурные знамения, предвестников войн и голода. А особенно они не нравились динозаврам. Но на самом деле это были посланцы, кусочки далекого прошлого, выброшенные на орбиту, ведущие прямо к сердцу человеческого воображения. Сегодня мы понимаем, что эти небесные странники, как правило, рождаются в ледяных окраинах дисков вокруг молодых звезд. Формируются из смеси пыли, газа и льдов. А потом миллионы лет хранят в себе первозданный материал, нетронутый огнем звезд. В этом смысле каждая комета – капсула времени, фрагмент ранней вселенной, который можно изучать, словно археологический артефакт. Но иногда случаются события, которые выбивают нас из привычного хода мысли. Например, в 2017 году астрономы заметили объект, вошедший в Солнечную систему по траектории, невозможной для местных тел. Он не был связан с гравитацией, с Солнцем. Он пришел откуда-то извне, пересек орбиту Земли и ушел обратно в межзвездное пространство. Так мы впервые осознали – небеса открыты и между звездами действительно странствуют обломки чужих миров. Этот объект назвали Амуамуа. У него не было хвоста, как у комет. Он выглядел вытянутым, странной формой, а его траектория будто слегка ускорялась, что породило десятки гипотез. От испарения водорода до фантастических идей о том, что это инопланетные гастролеры. Но разглядеть его толком мы не успели. Межзвездный спидранер пролетел слишком быстро, и наши телескопы оказались не готовы. По сути, он оставил нам больше вопросов, чем ответов. Через два года пришел второй межзвездный странник – комета Борисова. В отличие от Амуамуа, она вела себя по правилам – яркая кома, хвост и выбросы газа. Ее химический состав напоминал кометы нашей системы. Но с нюансами. Некоторые соотношения элементов были необычными, словно природа решила напомнить, что даже в близнецах есть различия. Борисова была более щедрой на данной, но все же слишком скоротечной для настоящего глубокого изучения. И вот теперь случилось то, о чем многие мечтали. Мы поймали третьего гостя – объект 3i Atlas. Ну или он – нас. Его обнаружили относительно рано, сумели отследить траекторию, и самое главное – у человечества на готове был инструмент, о котором еще 10 лет назад мы могли лишь мечтать. Космический телескоп Джеймс Уэб в инфракрасном диапазоне впервые обратил свой взор на межзвездного пришельца, способный разглядеть тончайшие детали химического состава объектов на грани видимости. И здесь нас ждут хорошие новости. Снимки и спектры, полученные Уэбом, впечатляют. Это не размытые точки и не абстрактные графики, которые понимают лишь специалисты. Это детальный портрет в инфракрасном свете. Ядра и комы межзвездной кометы. Мы видим, как с поверхности вырываются облака углекислого газа, формируя активный шлейф. Концентрация CO2 по сравнению с водой оказалась рекордной, примерно 8 раз выше, чем у типичных комет Солнечной системы. Это открытие само по себе ломает привычные представления о том, как должны выглядеть ледяные тела после миллиардов лет в холодной пустоте. Более того, у 3i Atlas слабое свечение вокруг нее и почти нет яркого хвоста, хотя ее поверхность во много раз больше, чем у 2i Борисова. И это совсем не странно. Почему? Потому что есть большая вероятность, что проход через звезду у новой кометы не первый и не последний. Ведь правда в том, что кометы состоят в основном из льда, каменных элементов, пыли и замерзших газов. В холодном межзвездном пространстве лед сохраняется очень долго, практически миллионы лет, потому что там почти нет тепла и солнечного излучения. Но когда комета приближается к Солнцу, лед начинает таять и испаряться, образуя классический яркий хвост. Но если он уже был подвержен испарению в других системах, то ресурсов для красивого хвоста в нашей становится меньше. В любом случае, в составе кометы почти нет летучих веществ, только вода. Поэтому активнее таять она начнет только когда будет ближе к Солнцу. Но уже сейчас с ее поверхности испаряется лед, по последним данным около 40 килограмм в секунду. Так что ждет ли нас веселое шоу, покажет время. В целом 3i Atlas интересна тем, что объект огромный, но светит слабее и ведет себя необычно по сравнению с другими межзвездными кометами. Там же обнаружены органические молекулы. Угарный газ, следы серосодержащих соединений и даже атомарный никель. Эта смесь которой для наших астрономов знакома, но все равно удивительна. Она указывает на сходство с кометами Солнечной системы, при этом сохраняет черты чужой среды. Боевые турели пока не найдены. Активность этой кометы еще одна интрига. Как оказалось, при прохождении через внутренние области Солнечной системы, выброс СО2 настолько велик, что мы наконец-то увидели мощный газовый шлейф. При этом вода, хотя и присутствует, гораздо менее выражена. Такое соотношение СО2 и H2O одно из самых высоких, когда-либо наблюдаемых у комет. Это говорит о том, что объект сформировался далеко от звезды в условиях, где вода могла замерзать, а углекислый газ оставался более подвижным. Он несет на себе химический отпечаток условий, далеких и чуждым нашим привычным моделям. Возраст объекта также впечатляет. По химическим моделям и динамическим расчетам, 3i Atlas существует около 7 миллиардов лет. Он старше Солнечной системы и Земли, и это делает его уникальной капсулой времени. По сути, мы видим свидетельство эволюции далекой планетной системы. Когда мы смотрим на него, мы смотрим в прошлое другого мира, в котором формировались планеты, кометы и, возможно, первые признаки органической жизни. На данный момент мы можем анализировать спектры, следить за изменениями активности в зависимости от расстояния до Солнца, сравнивать с кометами нашей системы и делать выводы о формировании далеких дисков. В частности, мы начинаем понимать, что условия формирования комет могут сильно различаться даже в пределах одной галактики, а значит, разнообразие планетных систем может быть намного шире, чем мы представляли. Не менее важны и технологические аспекты. Джеймс Уэбб позволил разглядеть объекты с необычной детализацией. Благодаря инфракрасным спектрам можно было увидеть летучие вещества, которые не заметить в видимом диапазоне. Хаббл показал, что ядро скрыто в полевой коме, его диаметр оценивается от 320 метров до 5,5 километра. С солнечной стороны видна пылевая струя, а также слабый хвост. Признаки обычной кометы, хотя ее гиперболическая траектория и скорость выдают межзвездное происхождение. Тем временем, наземные обсерватории вроде Вера Рубин следили за поведением объекта и дали дополнительное подтверждение. Ширина кометы действительно велика, но ее активная часть относительно компактна. Но что самое потрясающее, это новые данные о происхождении объекта 3i Atlas. Высокий уровень CO2, низкое содержание воды, наличие органических соединений, все это указывает на формирование объекта в холодной зоне вокруг звезды, где тепло слабое, а лед CO2 стабилен. А это значит, что есть большая вероятность, что объект родом из системы Тиреона Ланнистера, то есть системы с красным карликом во главе. Скорее всего, с течением времени комета была выброшена из своей системы. Возможно, гравитационными взаимодействиями с другими планетами, светилами, взрывов сверхновыми и других космических событий. И только теперь, спустя много времени, она пересекла путь с нашей системой. Но возникает логический вопрос. Если 3i Atlas прибыл из системы с красным карликом, то какие ближайшие и какие расстояния преодолел межзвездный странник? Если 3i Atlas и вправду прилетел из системы красного карлика, то кандидаты среди ближайших красных карликов, это, например, Проксима Центавра 4,24 световых года, звезда Бернарда 6 световых лет, Вольф 359 7,9 световых лет, Лоланд 21185 8,3 световых лет и Рос 154 9,7 световых лет. Так вот, при скорости порядка 65 километров в секунду, а именно эта скорость наблюдается у объекта, дает очень грубые времена в пути, если лететь напрямик без торможений и разгонов. Из системы Проксима Центавра примерно 20 тысяч лет, из окрестностей звезды Бернарда около 30 тысяч лет, из района Вольфа 359 около 42 тысяч лет, из Лоланда 21185 примерно 45 тысяч лет, из Роса 154 порядка 56 тысяч лет. Но важно понимать оговорки, это примерные расчеты, которые наверняка поменяются, ведь реальная траектория межзвездного объекта извилистая, на нее влияет притяжение звезд, облаков газа и тому подобное. Более того, мы не знаем исходную скорость 3i Atlas относительно звезды родителя, и как долго он блуждал до встречи с Солнцем. Такие тела могут миллионы лет странствовать по галактике и потом случайно пересечься с нашей системой, увидеть все, что происходит на Земле и пролететь мимо. Ну а смысл зря убиваться. Получается, что если бы он стартовал от ближайших красных карликов, речь шла бы о десятках тысяч лет полета. Но с той же легкостью мог бы прийти из гораздо более далеких районов и лететь к нам несоизмеримо дольше. Наблюдение продолжается. Телескопы следят за каждым движением 3i Atlas, фиксируют изменения активности, отслеживают выбросы газов и пыли. В декабре и Джеймс Уэбб планируют очередной сеанс наблюдений. Хаббл готовится к ультрафиолетовой спектроскопии. Наземная обсерватория помогает поддерживать постоянный контроль над объектом. Сравнение с Амуамуа теперь обретает новый смысл. Первый межзвездный гость был почти призрачным, молчаливым и таинственным. Он показал, что чужие миры существуют, но не дал полного портрета. 3i Atlas же приходит как полноценный учитель, позволяя нам прочитать химический и динамический код, записанный в его ледяной массе. Он является собой мост между чужой системой и нашей способностью понять ее устройство. Благодаря этому объекту астрономы могут проверить гипотезы о межзвездных кометах, моделировать их происхождение, изучать эволюцию и оценивать, насколько необычна наша собственная система. Но загадкой остается, почему же вокруг 3i Atlas до сих пор строят мифы? Самое главное, зачем? То в нем видят космический крейсер с межзвездными турбинами, то медузообразный штаб пришельцев? Откуда взялись рассказы о том, что он будто бы уже выпустил рой зондов прямо на голову несчастных землян? Если тема вам и вправду интересна, могу посвятить ей отдельный выпуск, пока они еще не успели добраться до нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok